всем привет друзья вы на канале семьи подобных и в этом видео я покажу как я обрезаю персик в этом не будет помогать инструмент в основном это будет секатор и ножовочка по необходимости использую инструмент фирмы майгарден еще мне будет помогать лавка будешь помогать и так у нас есть вот такой персик том году вот видны следы где я срезал вот мы и резы были и получается я когда здесь обрезал я перевел рост ветки на боковую сторону теперь у меня поперло значит опять таки наверх все что туда наверх мы убираем вот все что растет в свободное пространство мы оставляем и переводим также на боковую то есть грубо говоря вот если есть у нас здесь веточка да то есть я обрезаю таким образом чтобы вот она начала расти сюда в сторону вот эту тоже я пожалуй переведу на бок грубо говоря мы ее стрижем стрижем чтобы она не перла сильно вверх и переводим на боковую вот эту тоже я обрежу вот она пойдет здесь на бок вот эту вертикальную я уберу вот здесь тоже переводим на боковую вот так вот в общем по чуть-чуть стрижем наш персик также вот нижней ветки я не даю веткам быть слишком длинными я их укорачиваю вот перевожу на боковые подстригаю вот таким вот образом тем самым ветки они не будут расти вот как бы в длину то они будут просто утолщаться я контролирую потому что когда потом на них на них вот на этом персике на этом дереве были вот такие персики они тяжелые они если ветки будут слишком длинные они просто обломают вот у меня в том году один маленький персик дал очень много урожая вот и просто он начал клониться до земли чуть ли не ломались ветки пришлось его как бы подвязывать распинать что ли вот чтобы этого не было нужно чтобы ветки на которых будут плоды они были толстыми тогда они смогут выдержать вес тех плодов которые будут на них вот эту веточку я пожалуй уберу она мне здесь не нужна так здесь что у нас здесь как-то так вот эту веточку она здесь примерзла я смотрю краешек пожалуй мы его так сделаем здесь тоже укорачиваем здесь так вот делаем вот эту веточку сделаем так здесь укоротим тут у нас целых четыре ветки что здесь надо тоже все это дело немножко прорядить это которая идет наверх я его пожалуй уберу эту переведу вот вертикально растущая веточка внутрь кроны мы и убираем сегодня хороший погожий день вот как раз в такие вот дни лучше всего проводить обрезку когда солнышко светит и тепло вот и уже попахивает весной но сколько движения еще не началось это зависит от погоды напрямую это не зависит даже от месяца потому что сейчас конец марта а у нас как видите еще лежит снег вот в том году например обрезку нужно было проводить в начале марта или даже в конце февраля зависит от года зависит от температуры среднесуточной то есть нужно подбирать момент когда эту процедуру лучше сделать вот эта веточка видите вот она растет тоже внутрь кроны я ее отсюда убираю эта веточка растет сюда мне нравится как она растет я тоже уберу и вот эту уберу вот так вот это все у меня формируется смотрим что у нас здесь внутри кроны вот эта ветка вот эта ветка она прямо в середине я ее удаляю вот эта веточка пошла вверх тоже я ее удаляю вот здесь вот в том году я сделал обрезку вот здесь вот делал обрезку здесь вот делал обрезку видите как пошли ветви на боковые стороны они не в середине кроны они идут на боковые а все что опять-таки стремится внутрь я его удаляю и вот эту веточку и вот здесь вот удаляем лапка играет так смотрим вот эта ветка видите она тоже здесь внутри находится находится ее тоже надо надо вырезать наверно полностью потому что она лезет на соседнюю ветку да я ее уберу убираем вот смотрите как стало сразу просветлело теперь вот это вот погнала сильно вверх я ее хочу перевести на на боковую вот так так здесь у нас вот этого тоже потёрла сильно длинная что мы делаем мы большую уберем маленькую оставим вот эту это отмерзла я смотрю здесь примерно убираем здесь тоже укорачиваем здесь укорачиваю вот это примерзла пирамию снизу вот это вот примерзла так сделаем что у нас еще здесь осталось так у нас осталось еще вот это вот центральная тоже идет внутрь я ее уберу вот эту переведем на сторону пожалуй вот здесь сделаем так и с вот этими здесь осталось раз и вот эта вторая у меня я ее тоже наверно буду переводить так вот так раз два три и вот так четыре вот вот так я ее сделаю так и вот это у нас осталось значит здесь у нас а вот так вот вертикалку убираем вот это отмерзло убираем здесь вот так вот и вот это уберу мелкую так еще мне не нравится вот здесь вот многовато веточек слишком загущено эту мелкую уберем так еще у нас вот эти хвосты остались раз ну вот так вот преобразился наш персик после обрезки здесь вот это вот кажется еще подсохла высоко убираем этот вот нижний ярус нижний ярус живой пока оставлю а вот это еще оставлю только сделаю чуть-чуть короче или даже вот так вот пускай растет на боковую так вот здесь вот сухое есть маленькое сухое здесь кончики кончики я тоже обрезаю все так что мы пропустили здесь вот еще пропустили оп и так вот еще вот здесь вот сделаем здесь вот ну вот и все вот так вот преобразился персик после нашей обрезки вот это вот ничего не нравится здесь надо нижнюю брать 1 2 и вот это 3 подведем итог мы убираем все что растет внутрь кроны и загущает ли все что растет вверх вот все что растет вниз это так вот для общего понимания но в то же время мы должны сформировать скелетную часть дерево то на ту ту часть которая будет нести основную нагрузку вот ну и приблизительно вот так вот это должно выглядеть то что вы видите действовать я лично действую по своему соображению нужно бояться не нужно жалеть излишне но в то же время нужно понимать чтобы понимать какие-то основные принципы чтобы не навредить вот потому что допустим груша ее нельзя сильно резать вот потому что она очень много дает потом молодых побегов и обрезку лучше проводить не раз в год а в течение всего года в течение лета просто подходя к дереву если вы видите что что-то растет не туда лучше его сразу чуть-чуть вот прищепить чтобы оно не росло в ненужном вам направлении чтобы потом не заниматься тотальной обрезкой по весне вот лучше заниматься этим регулярно постоянно деревья нужно обрезать каждый год и каждую весну и даже осень если вы будете это делать дерево будет формироваться правильно так как вы хотите расти так как нужно вот и у вас не будет с ним потом каких-то серьезных проблем кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь ну а я пошел дальше лапка пошли покажи как ты лазишь по по деревьям вот так вот мы с лапкой занимаемся садом киша андричка наша кстати лапка у нас хозяйка сада мы называем хозяйка сада